1 июня по всей стране официально стартовал купальный сезон. Однако после паводка в Кустанайский городской пляж был к нему совсем не готов. Большая вода разрушила одно из немногих специализированных мест для купания в черте города. Стихия снесла зонтики, спасательные вышки и многое другое оборудование. Однако любителей поплавать это нисколько не смущает. Центральный пляж, как и прежде, пользуется популярностью среди горожан. Сейчас здесь идут восстановительные работы после паводка, а именно прокладывают новую брусчатку, обновляют песок на территории всей береговой зоны, а также обустраивают пешеходные и велосипедные дорожки. Однако на этом работы не заканчиваются. К восстановлению городского пляжа приступили еще месяц назад. Работы проделано уже немало. Но, по словам представителей отдела ЖКХ Станислава Лобанского, незавершенных задач на сегодня достаточно. Всего на благоустройство и восстановление пляжа было выделено около 80 миллионов тенге из местного бюджета. У нас благоустройство пляжа разбито на три части. Три части восстанавливаются одновременно. В одной части будет 20 зонтиков установленных, в другой части 70 на всей прибрежной зоне. Также будут установлены четыре раздевалки. Ну и на сегодняшний день можно уже наблюдать, установили пункт полиции для контроля общественной безопасности и два туалета. От паводка деформировался и подводный рельеф реки Табол. Водолазы уже привели обследование прибрежной зоны. Купаться там безопасно. Сейчас сотрудники ЧЕС продолжают обследовать и другие места, где чаще всего купаются люди. Помимо этого проводятся рейды и дежурства как на официальных, так и на диких пляжах. Проводится патрулирование совместно с оперативно-спасательным отрядом. Также выявляются факты купания граждан в необорудованных опасных местах. Такие граждане привлекаются по 412 статье Кодекса Республики Казахстана к штрафу. Сумма штрафа составляет 7 МРП. В купальный период текущего года уже составлено 8 протоколов. Дежурные спасатели находятся на городском пляже круглосуточно, а дополнительные патрули, в которые входят специалисты отдела образования. Волонтеры и сотрудники полиции находятся там с 11 утра и до 9 часов вечера. Валерий Тощев, Хамзан Урпейсов, Алина Альмишева, РТН.